Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о народном артисте России Михаиле Пореченкове. 24 августа 2023 года стал торжественным, но в то же время трагическим днём для известных российских артистов Александра Малинина, Дмитрия Харатьяна и Михаила Пореченкова. Спустя полтора года после начала спецоперации в Кремле прошло особое совещание и вручение высоких наград для героев России. Не остался без внимания и Михаил Пореченков. Известному актёру была вручена награда Героя России, которая предназначалась его сыну Владимиру Любимцеву несколько месяцев назад, геройски погибшему во время спецоперации. Медаль за отвагу и орден мужества были вручены Дмитрию Харатьяну и Александру Малинину. Их сыновья также участвовали в спецоперации, но на данный момент находятся в критическом состоянии и не смогли лично побывать в Кремле. Михаил Пореченков не смог держать эмоции во время вручения наград, но взяв себя в руки, заявил. Цитата. «Мой сын погиб достойно. Он спас человеческие жизни. Я рад, что вырастил настоящего мужчину». Отметим, что сын Михаила Пореченкова, актёр и офицер российской армии, 27-летний Владимир Любимцев, геройски погиб в марте 2023 года. Он по собственному желанию отправился на спецоперацию и, попав в окружение, спас жизни шести своих товарищей. Трагически сложилась и судьба других настоящих мужчин. Участник спецоперации Иван Харатьян уже больше месяца находится в коме. Его состояние здоровья оценивается как критическое. Ну а Никита Малинин, который в результате спецоперации потерял ногу, совсем недавно совершил и другой подвиг. Сын народного артиста во время дорожно-транспортного происшествия спас жизни троих человек. К сожалению, Никита Александрович по сей день находится в реанимации. К слову сказать, что 24 августа 2023 года во многих городах России в военных госпиталях прошли коллективные молитвы о российских ребятах, которые получили тяжелые ранения во время спецоперации. Десятки тысяч неравнодушных людей поддержали раненых бойцов, а служители церкви лично посетили лечебные заведения.